Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 сентября. Вот после выхода первого вчерашнего моего видео о том, как я пикировала вот эти томаты, начали приходить сообщения, которые требуют более подробных ответов, более подробных, чем вот эти печатные. Я, конечно, могу ответить, да, можно, нет, нельзя. Но это не исчерпывающие ответы. И поэтому я решила продолжить огородную азбуку и зимой буду отвечать на ваши вопросы. Ведь в этом году у меня появилась вот просто уникальная такая возможность, благодаря вот этой, конечно, палатке для растений, появилась уникальная возможность показать все на примере. Ведь у меня есть в этом году живая рассада. И можно с ней проводить все операции и по ходу этого отвечать на ваши вопросы. И первым вопросом в нашей огородной азбуке будет вопрос Нади Лазаревой. Вот к видео к вчерашнему перевалка томатов, видите, буква Н не русская, с фиолетовым значком. Нади спрашивает, а если золоточка, рассаду сажать сразу в 500-миллиметровые стаканчики, что будет? Корни хуже будут развиваться в большом объеме грунта? Ну, я ей, конечно, коротко ответила. Можно сразу в большие, но лучше в маленькие подробности в сегодняшнем видео. Почему именно на этот вопрос я решила ответить в первую очередь? Потому что он всплывает у нас каждый год. Некоторые с осуждением, вот про эти мои перевалки, пишут, что зачем это лишнее телодвижение делать? Можно сразу в полкилограммовые стаканы расфасовать всю эту рассаду, и она растет. Я не отрицаю. Можно и сразу. Но. Всегда есть но. Но если вы хотите получить действительно здоровую рассаду, даже не так сформулирую, если вы хотите сделать как лучше для своих сеянцев, то все-таки лучше пройти этап вот такой двухступенчатый. Сначала маленький стаканчик, потом большой стаканчик. И вот, читая этот вопрос, мне всегда хочется каждому доказать, да, вы можете сделать вот так, так и быстрее, так и проще. Ну, проще это не значит, что лучше. Всегда оказывается, что если лишний раз что-то ты лишнее сделаешь для растений, они обязательно тебе ответят. У меня прям, я не дотерпела, когда, вот сейчас 6.30 утра. Я же очумелая огородица. Я не могу успокоиться. Я потихонечку, муж еще даже не проснулся на работу, я потихонечку, потихонечку сейчас пойду в ту комнату, где у меня растительная палатка, и расскажу вам подробно, почему лучше делать так, как вот я вам показала сначала маленький стаканчик, потом уже 500-граммовый, и потом, если мы выращиваем, например, для теплицы, для высаживания в открытом грунте, если весна не позволит рано высадить, то лучше сделать перевалку еще одну, или в килограммовой, или в двухкилограммовой. Сейчас садовые центры продают пакеты, вот я вам показывала в прошлом году, двухкилограммовый такой черный пакет, но люди приспосабливают разные целлофановые мешки, ведерки майонезные. Все, сейчас пойдем к живым томатам, и я покажу вам все, и расскажу. И вот ответ на этот вопрос я сейчас буду давать со всеми, со всеми подробностями. Для некоторых, вот некоторые, как обвиняют меня в излишнем вот этой вот болтливости, или как, но для кого это болтовня, тому, значит, это не нужно. А для новичков я хочу рассказать оба варианта, и хочу сразу справедливости ради сказать, что можно сразу в большой стакан, вот в такой, в 500-миллилитровый пикировать, а можно в маленький, а потом в большой. И главное, вы должны уловить разницу. И вот именно в этой разнице, вот в этих мелочах, в этих нюансах, из таких вот крошечных различий складывается здоровье нашей будущей рассады. Ни один умный, нормальный человек не стал бы делать из года в год вот эти лишние телодвижения, если бы от этого ничего не зависело. Но если я постоянно, несмотря на то, что выращиваю несколько тысяч корней рассады, если я постоянно делаю это, сначала в маленький стаканчик, потом из маленького в большой, значит, есть какой-то смысл в этих движениях. Вы же знаете, что у меня лишнего времени сильно нет, я очень занятой человек. И несмотря на все это, я каждый год провожу эту процедуру. И даже вот посеяв несколько штук для зимнего огорода, я все равно пошла этим же путем, а не ускоренным. Сейчас начнем. Вопрос формулируют обычно так. Зачем нужно пикировать рассаду сначала в маленькие горшочки, а затем пересаживать в большие? То есть, если вот так попросту, зачем мы делаем перевалку? Вчера вот я как раз ее делала. Ссылка на эту процедуру будет в описании к этому видео. И начнем. Ну, весной, когда мы делаем, одной из причин, одной из первых причин мы все-таки называем сдерживание роста вот нашей этой рассады. Когда мы рано посеем, весной, когда мы хотим пораньше получить ранний урожай, и вот мы вот эти вот пересадки и перевалки делаем все-таки для сдерживания роста рассады. Еще вчера я говорила, что если мы чуть больше подсыпем грунта, у нее начинает нарастать новая корневая система, как дополнительные корни. И во время этого томат не тянется вверх, он забывает о листьях, он все внимание бросает на развитие вот этих вот корней, на образование новых корней. Растение это понимает, что чем больше корневая система, тем больше он может там питательных веществ из грунта нахапать, тем больше вот такой вот площади он потом в открытом грунте освоит. Все вот вкусненькое там возьмет. И растение, конечно, за это время немножко притормаживается. Весной это очень важно, потому что у многих рассада вытягивается. Мы же хотим какую рассаду получить? Чтобы она была взрослая, чтобы она была с огромной корневой системой, сильная, но она была, чтобы внешний вид не вытянувшийся, она была, чтобы коренастая такая, все. Вот эта причина многократных перевалок является одной из основных. Потом про корневую систему правильно спросили, что корневая система лучше будет вот при таком способе выращивания или нет. Да, и это у нас вторая причина. Смотрите, в маленьких таких стаканчиках, в маленькой таре растения, если мы правильно поливаем, при оптимальном режиме полива, то есть если мы не переливаем, если мы не пересушиваем, и в маленьком вот таком стаканчике, в маленьком объеме, она образуется хорошая корневая система. Именно вот такая, какая нужна. И в таких горшочках и полив сделать проще, потому что мы польем немножко воды, все именно столько, сколько нужно маленьким корешкам. Тут она, долго вода, как сказать, не застаивается, потому что здесь земли мало. Вот здесь земли ровно столько, сколько нужно маленькому сеянцу, потому что, понимаете, сеянец маленький, когда мы вот с одним настоящим листиком высаживаем, сеянец маленький. Ему воды нужно совсем немножко, и грунта ему нужно немного, и когда, если сразу он высаживается в большой горшок, вот в такой, ну, в стакан, мы наливаем же, чтобы смочить весь земляной ком, много воды, и он очень долго остается влажным, потому что сеянец эту воду освоить не может. Она ему не нужна. Он сидит постоянно в переувлажненном грунте. Он вот как первый день мы полили, он и второй день почти такой же мокрый, и он высыхает намного дольше. И у нас получается, нарушается режим полива. Не знаю, понятно я говорю или нет, но что? Ну, то же самое, как... Дайте вы маленькому ребенку вот такой вот огромный томат, вот такой, который в руку не влезет. Он ему будет удобно его есть. Он его, во-первых, весь не съест. Он им измажется. Он весь... Он половина этого томата уйдет в отход. Короче, нужно соизмерять маленькому томату, маленько земли, маленько воды, именно столько, сколько ему нужно. Если мы будем... Вот у него потребности такие в данный период. Ему всего, ну сколько там, 10-12 дней, 8. Мы же недельную начинаем пикировать. Если мы будем понимать, что какие у него потребности, и если мы будем удовлетворять правильно, как разумно удовлетворять его потребности, он будет вам благодарен, он будет хорошо развиваться. Может быть, я много лишнего говорю, но я стараюсь вот до тех, кто новичок, достучаться. Почему я так делаю? Хотя, еще раз говорю, что можно и сразу в большую. Это и ускоряет, это и упрощает. Но не всегда то, что просто, то наилучший вариант. Это не всегда. Вот, короче, поняли. Вот в большом горшке нам сложно регулировать вот его потребности, маленького сеянца. Когда он в маленьком горшочке посидит. И мы начнем про, еще хочу сказать про переизбыток. Вот если вы посадите маленький сеянец в большой горшок, и то, что я говорю, что он постоянно будет сидеть во влажном грунте большую часть времени, а во влажном грунте, чем больше там влаги, тем меньше там воздуха. И корневая система, ей нужен не только растению влага, но и приход воздуха. А в мокром грунте воздуха-то почти нет, потому что все вот эти воздушные карманчики все заняты водой. Воздуха нет. И корневая система волей-неволей начинает замедлять рост. Развитие рассады чуть-чуть замедляется. Может быть, это нашему глазу незаметно. Может быть, мы и не заметим, насколько, ну там на сантиметр или на два сантиметра она меньше вырастет. Или корешков будет чуть меньше, чем вот в таком маленьком стакане. Видели вчера? Я показывала маленький стакан, он весь в корнищах. Весь этот грунт, маленький сеянец, он освоил. Вот сейчас, через какое-то время, я вам покажу, как прекрасно также освоит вот этот сеянец и этот грунт. Но это все идет ступенями. Сначала у него был первый класс, маленькая парта, маленький портфельчик. Потом у него вот второй, третий класс. Ему уже дали мой рюкзак побольше. И парта ему нужна большая. У растений все так же, как у людей. Я извиняюсь, что сравниваю. Может быть, это некорректное сравнение растений с людьми. Но для меня они так же. Пока маленькие, они дети. Когда взрослые, они уже взрослые. И потом они уже становятся пенсионерами, никому не нужными. И мы их сейчас выбрасываем. Так. Потом. вот когда происходит перевалка в большой стакан. Мы тут уже можем более спокойно их поливать. Полил. Все там. А вот когда вот маленькие, нужно очень хорошо следить, чтобы не было переувлажнения. Вот это у меня уже я огурцы посеяла. Кто-то предлагал мне посеять огурцы. И вот поэтому я всегда делаю сначала в маленький стаканчик, потом в большой стаканчик. Этим самым я стараюсь удовлетворить полностью именно те потребности растения, которые у него возникают на данный период его роста. То есть маленьким-маленько, большим-побольше. Но повторю в конце еще раз, что если у кого-то нет времени, если у кого-то не очень важно, какая там вырастет корневая система, у работающих, у занятых обычно заниматься этим некогда. Я сама знаю, что когда я работала, я сильно не уделяла внимания растениям. Но честно скажу, и урожаев сильно больших не было, мы все на работе, на работе нам некогда было. Если кому-то некогда, можно сразу пикировать в большие стаканчики. И еще, которая, та третья причина, которая важна, вот только для меня, не знаю, для других важна она или нет, когда вы выращиваете большое количество рассады, как у меня, распикировав сразу большие стаканы, у меня иногда не находится столько много места на стеллажах. Вы понимаете, что мы можем только на окне или, например, на стеллаже. Для всего этого нужна подсветка, для всего этого нужны лампы, и каждому нужно место найти. И смотрите, или мы посадим 10 стаканчиков маленьких, но у меня, допустим, их 100, например, или 120, они у меня все вместятся на стеллаж. Если я сразу в большие распикирую, я не буду знать, куда их девать. Я все вот ими заставлю, и все. И это очень важно, потому что, если есть возможность пока выращивать в маленьких стаканчиках, как можно дольше, пока вот земляной ком они не освоят, то, конечно, лучше у меня, вот, например, для меня лучше, пусть они растут в маленьких стаканчиках, тем более, если для них это лучше, и для меня это лучше, то, конечно, будет этот способ. А потом, когда я делаю пикировку, перевалку уже в большие стаканы, тогда у меня уже есть возможность выносить их на улицу, на солнечный свет, и там у нас борьбы такой сильно активной за место на подоконнике нет. И вот, после моего длинного рассказа, я сейчас подведу итог и скажу так, можно выращивать при пикировке сразу в большой стакан рассаду, можно перейти маленький, а потом большой. Оба способа, они имеют право на существование, но у этого способа, у двухступенчатого, вот такого с перевалкой, есть три преимущества, которые я для себя за много лет своего выращивания, работы с рассадой, с томатами, я могу вам назвать. Первое, это, конечно, в маленьких стаканчиках легче их обслуживать, можно режим полива больше контролировать, тут лучше развивается корневая система, сначала в маленьком, а потом в большом, потом то, что место, маленькие стаканчики занимают мало места, а большие стаканчики заливают много места, ой, занимают много места, второй я упустила, я уже запуталась, все упустила, второй, с чего мы начали рассказывать, так, первое, это то, что они, а, ну и, конечно, из-за этого, из-за корневых гнилей, в маленьком стаканчике почва быстрее, как бы влага быстрее он использует, и там есть доступ воздуха, и через маленькие стаканчики их выращиваем, почти никогда нет заболевания корневой системы, никаких корневых гнилей, ничего, я вам вчера показывала, что корни белые, здоровые, хорошие, все, хочу в конце еще выписала два вопроса, которые тоже к этой теме относятся, вот, Светлана Пузенко спросила еще раз, какие сорта салатов посеяны, сейчас я пачки покажу, хотя я уже говорила, я говорила в видео, по-моему, что можно вырастить в зимнем огороде, я говорила, что для начинающих идеальный, вот этот вот московский парниковый идеальный, есть еще одесский кучерявец, тот с краями с гофрированными, тоже очень красивый, вот это я посеяла горчицу красную, ой, пачки выкинула я уже вот эти, а вот эти вот два разновидностей салата, это мне присланы германские написано, премиум салат, название я не знаю, вот я их распекировала, хочу попробовать получить вот с этих крупных особей семена. И еще, очень волнует меня комментарий, которые приходят про золотые яйца, хочу спросить, так ли плохи золотые яйца, вот и Лилия Вальтер написала, и Наталья Осуль, и другие, все, кто не выращивал, все в один голос почему-то заявляют, что золотые яйца такие невкусные, я хочу, кто выращивал золотые яйца, хочу клич такой дать, хоть кто-нибудь отзовитесь, кому понравились золотые яйца, но почему-то все в один голос пишут, что кроме производителя их никто не хвалит, я их столько много высадила, неужели они все плохие, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука, зимний огород, и я вот, знаете, я же до этого не задумывалась, я вот теперь подумала, как хорошо посадить зимой зимний огород и рассказывать зимой спокойно, без спешки, без торопления, весной, когда у меня спрашивают, как вы рассаду это делаете, как вы вот это, как вот это, я напечатаю там, да, нет, нет, не делаю, а так хочется рассказать все подробно, рассказать вот о жизни этих растений, поделиться своим опытом, ведь я-то знаю, чего они хочут, что они любят, и как для них лучше сделать, и вот сейчас у меня появилась только в этом году прекрасная возможность, почему я раньше до этого не додумывалась, не знаю, ну, наверное, все это спешка, нехватка времени, а вот появление вот этой зимней палатки, я-то просто, ну, как на пробу, вырастет здесь рассада или не вырастет, но теперь я поняла, что это же как окно, можно сказать, прорубили мне окно в Европу, то есть я могу всю зиму спокойно, без спешки, сейчас номера разошлю, и хотя бы раз, в два, в три дня можно сесть спокойно и обговорить какую-то одну важную тему, вот сейчас у нас и про перцы спрашивают, и про все, я решила даже посадить, сейчас посеять перец, тут можно и показать посев, следующий посев буду делать, я вот эти посевы делала, я, конечно, не показывала, я даже не думала об этом, можно показать и посев, и глубину заделки, и подготовку грунта, и все, короче, тут поле непаханное, и что самое главное, всегда есть живой пример, вот я вчера распикировала, ой, перевалила на следующий день, вот так выглядят томатики, посмотрите, через неделю, мне кажется, у них уже корневая система будет вот такая, а потом будем пересаживать в ведра, грунт я уже приготовила, но, так как здесь они у меня будут месяц сидеть, за этот месяц в этих ведрах успеет вырасти редис, до свидания, ты получил .